На кофейной гуще выражить дороговато, а вот ладонь, как говорится, всегда под рукой. Тем более, что улицы пестрят афишами, приглашающими на курсы предсказателей. Раньше, в стране Советов, у нас была одна линия судьбы, линия коммунистической партии. Затем, с нелегкой руки Михаила Сергеевича, началась такая политическая хиромантия, что здесь без специалистов не разобраться. И таковые, к счастью, имеются. Вот, например, Андрей Владимирович Дайни, по образованию психолог, по призванию, о, призвание самое необычное, гадание по ладони. Причем без всякой цыганщины, на основе уникальных разработок Мюнхенского международного института парапсихологии и прикладных наук, который заочно окончил Андрей Владимирович. Это ничего, что процесс предсказания вначале несколько напоминает взятие под стражу, вопросы, снятие отпечатков. Зато потом, посмотрит Андрей Владимирович на черный оттиск, передвинет загадочные лекала, и, пожалуйста, все скрытые пороки, как на ладони. Вернее, именно на ладони. Более того, линии расскажут, способен ли человек руководить или только подчиняться, обманет или нет. Даже склонность к преступлению проявляется. Вот какая хорошая методика. Так, может, стоит применить ее к нашим депутатам нынешним и будущим. А то ведь совсем от рук отбились. У меня клиенты очень разные. У меня были и академики, и депутаты, и даже первые лица государства. Каждый депутат волен прийти или не прийти. Так, может, стоит ввести такую службу хиромантии при парламенте? Это уже должен решать сам парламент, какие службы ему вводить, а какие нет. Ну, было бы полезно, конечно. Вечером Андрей Владимирович проводит курсы практической хиромантии. Так сказать, готовит достойную смену. Не исключено, что выпускники-предсказатели примут участие в предвыборной кампании. Так что, господа кандидаты, поосторожнее здоровайтесь с избирателями. А вдруг это скрытые хироманты? Владимир Болотин, Виктор Романенко, 12 минутного сезона.